Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова стараемся проанализировать ситуацию на финансовых рынках, понять, имеет ли, собственно, тот фундамент, который сложился, возможность, либо потенциал продолжать оказывать влияние на финансовые инструменты, которыми мы с вами спекулируем. В центре внимания, друзья, Доводский форум и те новости, которые сейчас поступают оттуда. Собственно, прошлая торговая сессия была приправлена выступлением Министерства финансов США в лице Стивена Мучина, который сделал акцент на то, на что не хотелось бы, чтобы делали этот акцент те трейдеры, которые продолжают покупать американскую валюту. Поскольку Стивен Мнучин акцентировал внимание на исключительные блага, которые американская экономика продолжает получать от более слабого курса национальной валюты. Об этом мы, безусловно, поговорим. Я считаю, что очень важно сейчас сделать акцент на то, что мы слышали, попробовать разобраться, действительно ли это еще один сигнал, который может поставить уже окончательный крест на каких-то обычных перспективах доллара. Либо все-таки нам по-прежнему есть за что-то, за что можно цепляться, отстаивая наши прежние идеи о том, что курс доллара может вырасти. Соответственно, слабость американской валюты тут же активизировала покупки и спрос на рисковые инструменты. Мы видели самое настоящее мощное ралли по евро. При этом сегодня денечек может быть еще гораздо интереснее, чем вчерашний, поскольку сегодня заседает Европейский Центральный Банк. И, друзья, ни в коем случае сейчас мне нужно терять бдительность и считать то, что активность уже позади. Я думаю, что до конца этой недели рынок так и будет активно ходить. Фунт заряжен на рост, фунт позволяет нам получать хорошие доходы. Прибыли сейчас ралли еще более крутое, чем по европейской валюте. Мы переписываем буквально каждый час локальный максимум. И сейчас по британцу уже тестируем сопротивление 1,43. Казалось бы, раньше поставленная цель добраться до отметки 1,47-1,48. Это ориентир до конца первого полугодия 2018 года. Но сейчас шансы на то, что этот уровень нам удастся протестировать раньше, весьма и весьма высоки. К примеру, только за последние две торговые сессии рост превысил уже три фигуры, друзья. И что тут остается, собственно, до этой планки 1,47-1,48, особенно при сохранении такого же импульса. Сегодня мы, безусловно, следим за европейской валютой. Я уверен в том, что движения будут не менее активны, чем в рамках вчерашней торговой сессии. Но сегодня нужно уже расставить иначе акценты на то, что может произойти с курсом евро. Но прежде чем все-таки перейти к европейской валюте, давайте вкратце пробежимся, потому что он складывается на рынке нефти. Особая ситуация без изменений. И движения не то чтобы активные, динамичные, но уровень 70 по бренду держится. Закрытие было на отметке по бренду также 70,36. Сейчас мы чуть ниже планки 70,50. А спрос на нефтянку сохраняется. Этот спрос был сначала обусловлен, собственно, оптимистичными прогнозами от МБФ по поводу роста мировой экономики. Вчера этот спрос подогрел еще и прогноз Рейтерс. Также по опросу тех аналитиков, который был проведен, есть мнение, что МБФ не так уж и далеко ушли от реальной ситуации, которая может сложиться в этом году. Ну, по опросу Рейтерс, темпы экономического роста мировой экономики в 2018 году будут чуть пониже 3,7. Но это все равно гораздо лучше, чем в прошлое значение. Трейдеры еще не хотят отпускать, особенно покупатели, комментарии руководства ОПЕК. В частности, мы анализировали день назад комментарии Мухаммеда Альфаиха, собственно, по поводу того, будут ли шансы и возможности сейчас для продления аналитического пакта после 2018 года. Ну, вы помните, я на этот акцент особо не делал, я лишь отметил, что как таковых комментариев о продлении пакта не было. Просто Саудовская Аравия подтвердила, что в ходе встречи мониторингового кабинета действительно все участники этого пакта высказались и поддержали вот эту солидарную общую единую позицию того, что нужно и дальше взаимодействовать на рынке черного золота. Ну, я думаю, что иначе другую риторику мы наверняка бы и не услышали, потому что очень глупо, наверное, выглядели бы заявление о том, что участники соглашения по снижению добычи приняли решение более невзамодействовать, скажем, по вопросу стабилизации на рынке черного золота. Ну, вы понимаете, что таких комментариев, в принципе, быть не могло, поэтому это лишь пустая формальная фраза. Также трейдеры следили еще за статистикой, собственно, как-то продолжают делать это всегда. Запасы нефти нас в США особенно интересуют, потому что вместе с этим мы делаем выводы о том, насколько высоки показатели экспорта углеводородов со стороны этого государства. Еще был публикован отсчет по объему добычи в Соединенных Штатах Америки. Ну, запасы хорошо снизились. Рассчитывали мы то, что раз статистика от Американского института нефти указала на увеличение запасов, мы полагали, что и официальная оценка тоже будет со знаком плюс. Ну, немножечко, скажем, разочаровал риск, потому что запасы снизились, но не так существенно, как в прошлой разы. Все-таки минус 1,1 всего лишь. Десятые недели подряд запасы снижаются, но тут же на рынке был и компенсатор, который еще раз сказал медведям. Друзья, уважаемые, потерпите, что-то на рынке сейчас должно случиться, и, возможно, это что-то будет сигналом для распродаж. Потому что производство нефти в США продолжает расти снова. Существенный прирост на 128 тысяч, я вот специально, чтобы сделать для вас акцент, выписать себе цифры о том, что на текущий момент, запомните эту цифру, в Штатах добывается уже почти 9,9 миллионов баррелей в сутки. Ну, условно говоря, друзья, следующая неделя с объемом добычи в 100 тысяч баррелей в сутки, и мы коснемся по Штатам и данным вот этой психологической планки в 10 миллионов баррелей в сутки. И тут же будем говорить уже о том, что Штаты реально начнут теснить и США, и Санузскую Аравию претендовать на первое место по производству. Вопрос на засыпку, он же территорический вопрос, что будет с глобальным предложением, учитывая, что год только начался, Штаты уже достигли этой планки, а в прогнозах выйти на цифры в 10,5, даже выше, не буду повторяться снова по оценкам Администрации аналитической информации, Международного аналитического агентства и ОПЕК. Вы помните, я надеюсь, что вы помните те ориентиры, которые были опозначены. Так вот, по статистике, я бы не сказал, что сейчас все супер для покупок. Напротив, рынок пока что поддерживает не совсем мощный фундамент, и с ним можно поспорить. Кто-то считает, что причиной вчерашнего роста котировок еще сообщение из Нингерии о том, что там готовятся снова операции со стороны, скажем, действующих партизан, и эти операции могут привести основу к нарушению работы местной инфраструктуры. Но все-таки на Нигерию не приходится очень большие объемы добычи, и даже если инфраструктура будет выведена и строена какое-то время за счет каких-то сапотажных действий и так далее, я не думаю, что это особенно повлияет на то, что на рынке происходит. Поэтому лишь озвучил этот новостной фонд, чтобы вы были в курсе всего, что сейчас интересного есть по нефтянке. Завтра, друзья, у нас еще статистика от Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Я думаю, вы со мной согласитесь, что на фоне высоких показателей нефтедобычи, на фоне высоких цен на нефть и на фоне тех преимуществ, которые есть сейчас у производителей именно американского сорта нефти по сравнению с тем же самым Brent, разница в цене по-прежнему ощутима и укладывается в 10%. Есть основания полагать, что производство будет только расти, расти и расти. Но сначала мы должны увидеть это в цифрах по количеству нефтяных терминалов. Жду все-таки развороты и очень не хочется мне сейчас ставить на то, что ралли по нефти может быть продолжены. Рубль 56.13. С одной стороны, поддержка для рубля пришла со стороны восстановления цен на нефть, с другой стороны, слабости голора. То есть все сейчас на рух рублю. Но вы обратили, наверное, внимание, что не сильно пара снизилась с тех уровней, которые мы с вами обсуждали день назад. Это еще раз подтверждает тот факт, что, наверное, минимальные значения, которые можно было достигнуть по этой паре, они уже достигнуты. И вот одно, оно практически уже сформировано. Если кто-то делает ставку на налоговый период, при всем уважении, друзья, к вам, я хочу отметить, что такую же контрставку можно сделать и на сохраняющейся активности Минфина по покупке валюты для пополнения фонда национального благосостояния. И планы Минфина увеличить покупки, пока не менее продолжать, до тех пор, пока емкость вот этих запасников, в данном случае остался лишь один запасник с резервным фондом, его объединили. Правда, нам уже в резервном фоне ничего не осталось. Емкость этого запасника может вырасти до 8% ВВП. Сейчас это около 4,5-5%. То есть есть еще, скажем, ориентиры по покупке и спроса, конечно же, на долларовую ликвидность. Он практически будет оттягивать интерес спроса на рублевую ликвидность. И я бы ставил на то, что среди операций на валютном рынке, опять же, деятельности Центрального банка, экспортеров и Минфина, это все операции, которые компенсируют друг другу. Поэтому, если убрать все вот эти производные, у нас по-прежнему только один катализатор и фактор движения рубля – это нефть. И то, что будет с нефтью дальше, будет, соответственно, и осрублено. Если нефть каким-то чудом, не знаю даже на чем, умудрится прорваться там в район 75, соответственно, рубль будет претендовать на тестирование 55. Но вероятность этого, даже позволю себе сказать, наверное, меньше 5%. Куда больше сейчас шансов наблюдать уже за обратной динамикой. Доллар, японская иена. Начали, можно говорить про американца. Сам, в частности, Стивен Мучин, который возглавляет Министерство финансов, действительно приветствовал укрепление доллара, отметив то, что от этого выигрывает экономика, потому что абсолютно логичное такое поверхностное экономическое осуждение. Потому что слабая валюта повышает конкретноспособность национальных экспортеров и так далее. Я хочу отметить, друзья, что подобными комментариями, может быть, они даже не осторожны были со стороны столь видного и высокопоставленного чиновника. Ну, если это не спланированная акция. Подобные комментарии ясно дают возможность сделать, на мой взгляд, абсолютно оправданный вывод о том, что США начинают разворачивать самые настоящие полноценные торговые войны. И у нас до этого были сигналы. Мы с вами обсуждали тогда якобы слухи, которые появились на рынке о том, что Китай более не будет так активно скупать американские облигации, потому что решил, что теперь эти бумаги пользуются уже меньшей популярностью, не такие надежные. И тогда же уже прозвучались намеки, что такая позиция Китая может быть связана с рядом очень, скажем, напряженных моментов, которые имеют место быть сейчас по определенным вопросам внешней торговли. И тут же эту историю можно развернуть еще с предвыборных обещаний Трампа, который, анализируя показатели торгового баланса, пришел к выводу о том, что нужно положить конец торговому протекционизму, который сейчас ведется со стороны Китая, который искусственно девальвирует курс национальной валюты, чтобы создать конкретное преимущество для своих производителей. И в конечном счете все это приводит к тому, что сальдо торгового баланса с Китаем отрицательное, то есть экспорт в 4 или 5 раз меньше, чем импорт. И что-то нужно было с этим делать. И, видимо, представители, скажем, монетарной и денежной власти США решили, что нужно действовать так же, как действуют другие регионы, создавать условия для ослабления курса валюты, ну а там видно будет, как изменится торговый баланс. И то, что вот буквально несколько дней назад еще появились сообщения о том, что вводятся экспортные пошлины, импортные пошлины на стиральные машины, на, скажем, еще ряд промышленных товаров. Это еще один акцент на то, что война, опять же, акцентирована на борьбу именно с фронтационизмом Китая. Ну, не знаю, насколько эта идея состоятельная, но, согласитесь, она имеет место быть. Это как одна из позиций, почему доллар ослабеет, и почему якобы у него есть больше оснований снижаться еще сильнее. Я признаюсь, друзья, мне эта идея близка и импонирует, чтобы объяснить то, что доллар действительно может быть слабым. Но у меня есть альтернативная точка зрения, и она немного отличается от того, что обсуждают на рынке. Это точка зрения, которой можно оправдать слабости доллара только одни, что до сих пор в Штатах нет договоренности по потолку государственного долга. Вот фактически действует планка с 8 декабря. Эту планку, если, собственно, она будет достигнута, то могут быть поняты вопросы уже дефолта, конечно же, если ее не поднимутся. Ну, я хочу объяснить вам логику, которой и я сейчас пользуюсь. Если потолок государственного долга работает, то действует какой-то ориентир. Соответственно, и казначейство сейчас не может активно размещать облигации, потому что они ограничены в этом. Если нет возможности размещать облигации так же активно, как они делали это, скажем, раньше, до 8 декабря, получается, что нет возможности в больших объемах вымывать ликвидности с рынка, как это было. То есть облигации меняются на доллар. Соответственно, невымывающаяся ликвидность не способствует росту спроса на доллар. То есть если ликвидность на рынке так много, это не создает дефицита предложений, как это было при активности, именно при активном размещении облигаций. Соответственно, как только это решение будет принято о поднятии потолга государственного долга, я думаю, что последует разворот по курсу американца. И точно такая же похожая ситуация у нас наблюдалась год назад, тогда тоже евро активный рост против доллара, и американская валюта снижалась. Но как только, скажем, вопрос был решен с долгом, ситуация резко изменилась. Это тоже как версия. Не знаю, насколько она пришлась вам по душе. Ну и для тех, кто все-таки делает ставку по-прежнему на долгосрочный рост доллара, я лишь еще раз повторяю, что есть и сигналы по поводу жесткой монетарной политики, есть также и ожидания сильных макроэкономических отчетов, но доллар на них особо не реагирует сейчас. Завтра у нас годовые данные по ВВП, возможно, этот отчет изменит устоявшуюся новую практику бездействия и отсутствия какой-то логичной реакции доллара на сильные отчеты. Ждем сильных данных и ждем, что текущее значение по доллару, возможно, ему должно уже быть стыдно находиться на таких низких уровнях, и пора бы уже, конечно же, подрасти. Евро против доллара. Друзья, здесь впереди у нас заседание Европейского центрального банка. Еще раз повторяю то, что, возможно, сегодня мы получим абсолютно обратную реакцию и движение по евро-доллару, нежели чем то, которое было вчера. Потому что сегодня для трейдеров будет больше интересна уже не динамика доллара, а перспективы денежно-кредитной политики еврозоны. Соответственно, повторяю лишь то, что говорил ранее. Драги воспользуется возможностью и на пресс-конференции снизить давление на экономику, на которую, естественно, сейчас оказывается столь высоким и крепким евро, и снизить давление на собственное окружение, на регулятор, который им выславляется. И еще раз подчеркнет условия, при которых еврозона, ЕЦБ готов будет выйти с программы количественного смягчения. Условия это всем известно. Это стабильный рост инфляционных ожиданий, которых сейчас нет. Поэтому рост евро сейчас можно лишь оправдать и такой активный, тем, что трейдеры активно закладываются под то, что ЕЦБ встанет на путь более жесткой монетарной политики. Сегодня покупатели могут быть очень сильно разочарованы. Сегодня я делаю ставку на голубинную риторику и, соответственно, на слабость евро-доллара. Фонд против американцев. Вчера снова мощная поддержка статистическая. Безработица 4,3% — это минимальное значение за последние 40 лет. Заработной платы скромный прирост 2,5%, контраст колоссальный с уровнем инфляции. Снова разговоры о целесообразности роста процентных ставок. Брекзит уже не рассматривается в негативном ключе. Напротив, возобновление переговоров уже ожидают исключительно в формате теплого диалога. И то, что Англия согласилась на переходный Брекзит, это уже подтверждено не одним источником. Друзья, рынок под это закладывается, ждет договоренностей фактических на бумаге и, соответственно, готов к новой эре уже отношений Европейского Союза с Англией. Будем надеяться, что эти отношения будут развиваться в позитивном ключе. Единственным риском сейчас для фунта остается завтрашнее выступление Карни, тоже в Давосе. Вот раньше я не делал огромную ставку на Давосский форум, потому что обычно каких-то серьезных решений там не принимали. И обычно этот форум не провоцировал серьезные реакции. Куда больше шансов увидеть интересный отклик на рынки финансовых инструментов после встречи глав центральных банков в Джексон Холли. Это тоже ежегодная встреча. Но мы видим то, что Давос сейчас будоражит рынки, рушит одни активы и, собственно, поднимает на немеса другие. Может быть и Карни в этот раз тоже что-нибудь ляпнет такое, что будет не, скажем, на руку и уж точно не в сделку тем трейдерам, которые сейчас торгуют при танцах. Но я рассчитываю, что Карни в ходе своего выступления, опять же, завтра на конференции, еще раз подчеркнет важность одного серьезного инструмента, который любой регулятор использует всегда по необходимости, если есть конкретная такая директивная задача снизить инфляцию. Это высокие процентные ставки. То, что Банк Англии уже находится на пути ужесточения политики, вот в чем пытаются сейчас уличить еще Европейский центральный банк, это без всяких сомнений. Действительно, Банк Англии пойдет следом за ФРСом и Канадой и будет их повышать. Но вот вопрос, когда у нас первое решение. Кстати, на то, что это может произойти в июне, сейчас вероятность уже больше 50%. Только в начале этой недели вероятность была ниже 30%. Посмотрите, как быстро она растет. Рынок криптоактивов немного восстанавливается, но, опять же, не будем говорить и ГОП, пока не перепрыгнули. Я считаю, что коррекция еще себя проявит. И вообще нужно выдержаться от длинных позиций до конца этой недели. В пятницу экспирируется фьючерсный контракт на Чикагской бирже деривативов SME. Если в прошлый раз, опять же, коррекция о биткоин фактически с 19 тысяч до 10 была следствием экспирации контрактов на бирже сбоя, которая первая запустила фьючерсный контракт, у нас завтра будет возможность это проверить. Друзья, биткоину, да и прочим активам крипто нужно присматриваться с точки зрения покупок. Но присматриваться пока что не значит действовать. Я думаю, что будут еще более комфортные уровни, чтобы поднять инструменты, которые вас интересуют, потому что корреляция в секреты, она, скажем, такая горизонтальная. То есть спрос на биткоин и положительная динамика биткоина, это, можно сказать, со 100% вероятность, такая же положительная динамика и прочих активов. Ну и наоборот. Если ищете сейчас уровни, подождите еще хотя бы до следующего понедельника. По понедельник мы еще раз все обсудим и решим, есть сейчас возможности, собственно, покупать крипту и создать для этого хорошие условия. По событиям важных. Ждем в 15.45 ставки ИЦП, в 16.30, то есть спустя 45 минут после этого кризис конференции о Драге. И в 16.30 также в этот же момент будут публикованы данные по ручным продажам. Канады, ожидания плохие, и я надеюсь, что USDCAD с текущих значений, уже ниже 1.24, начнет постепенно восстанавливаться. Напоминаю, что по опаре USDCAD текущей котировки прекрасная возможность для занятий длинных позиций, так же, как и по австралийцу, потому что по австралийцу против доллара мы котируемся сейчас выше психологического рубежа 0.8, который уже неоднократно выступал стопором для покупателей и неплохо, серьезно разворачивал вопрос австралийца. Еще хотел сегодня рассказать вам про новозеландский доллар, тоже про инфляцию, но, друзья, давайте тогда оставим этот актив на завтра, завтра обязательно к нему вернемся. Сегодня очень много внимания мы уделили Европейскому Центральному Банку. Ну, понятно, с чем это связано, поскольку сегодня это событие номер один. Завтра поговорим про новозеландский. На этом все. Спасибо огромное всем за внимание. Не забывайте, что для того, чтобы быть в курсе всего видеоконтента, который публикуется и выходит в нашей компании, вы можете подписаться на канал на YouTube. Если нет возможности присутствовать в прямом эфире через перископ, который проходит каждый день в 9.30 по московскому времени, пожалуйста, когда есть свободное время, заходите на YouTube и кликайте на актуальный врифинг. И смотрите, если в этом есть необходимость. Я стараюсь держать вас в курсе всего, что на рынках происходит, и надеюсь, что эта информация вам помогает. Не забывайте, друзья, ставить лайки, за которые огромное всем спасибо. Всего доброго. До свидания.